привет народ привет всем и это у нас будет такое нестандартное видео опять довольно коротенькое я надеюсь и в нем речь пойдет о двух xbox 360 игр о двух очень по моему мнению редких xbox 360 игр которые я решил сейчас прям открыть и не брать их в наш закуп игр потому что мне бы это было неудобно брать еще туда экстра вот эти два диска так вот ребятки эти две игры выходили исключительно на территории америки больше нигде и никогда не выходили и если честно а я абсолютно до недавнего времени где-то где-то я не знаю с полгодика назад а может быть и даже раньше не помню вообще не знал о существовании этой игры на xbox 360 большое спасибо на этом месте товарищу хикару массиру извини дружище если неправильно твой ник назвал так вот у него я увидел вот эту игру для xbox 360 и я упал если честно чуть ли не с моего дивана потому что я знал до последнего что есть физический носитель для playstation 3 и он у нас также продается но даже вообще не подозревал что есть диск для 360 бокса и помимо этого не просто диск а он еще идет по обратной совместимости то есть здесь прям сошлись все звезды я был вынужден себе заказать это диск с америки по цене очень дорого мне это все обошлось то есть сам диск не обошелся в 20 евро и плюс и плюс еще пересылка обошлась мне 20 евро и так как у нас сегодня двое позиции в этом видео то этот диск обошелся в 20 евро и 20 евро пересылка то есть сороковник и 2 точно так же почему пересылка такая большая потому что для меня это намного легче когда пересылку за пересылку я отдаю большие деньги но пакет сразу приходит ко мне домой они сначала на таможню потом меня туда вызывают потом распаковываем смотрим что мне там при привезли потом еще какую-то наценку мне нужно делать там ну нафиг лучше уже заплатил один раз и они все автоматически делают так что посылочка пришла именно сейчас где-то минут 40 назад ко мне и вот мы ее сейчас будем распаковывать сама глупо с моей стороны произошла такая ситуация что вторую посылку которая пришла вчера я ее уже распаковал к сожалению было бы интересно вместе с вами это все дело сделать на камеру но я если честно думал что эта посылка задержится если бы я знал что она сегодня вы придет ко мне я конечно же первую бы не распаковывал так вот ребятки давайте будем уже открывать и я не знаю я без ножика то я здесь справлюсь или нет ой ой будет интересно ой ой будет реально реально интересно по моему смогу по моему смогу я здесь сделать все без ножика если нет ничего страшного друзья это такое такое из ряда вон выходящее видео так что будем как варвары просто раздалбливать все так так и вы уже наверное видите о чем идет речь и да ребят речь идет о тадан тадан да барабанная дробь повторюсь вообще даже в страшном сне не мог подумать что игра есть на xbox 360 на физ носители в америке ребята хоба как да игруха под названием ducktales это просто вообще зашибенно и вот сейчас мы вместе с вами будем смотреть насколько правдивые продавцы так сказать на американском ebay он мне написал что диск в хорошем состоянии ну сейчас будем смотреть по подкассетнику я вижу что более-менее но это абсолютно для меня не страшно подкассетника все равно все меняю и да вот здесь вот вот эта вот штучка как и была на фотографии то есть подкассетничать немножечко помятый ну ничего страшного так вот ребятки речь идет конечно же о ducktales ремастер то есть если вы не знаете то эта игра выходила давным давным давно на консолях nes то есть nintendo entertainment systems или как ее знают в россии под именем под широко известным именем dandy так сказать и вот на dandy была эта игруха и потом через некоторое время уже где-то я не помню лет 10 или 15 может быть назад я не помню вышел ремастер так называемый он распространялся сугубо в цифре для playstation 3 и для xbox 360 и потом через некоторое время приставки playstation 3 и xbox 360 очевидно получили так сказать игры на дисках релизы на дисках и в случае опять же как я уже говорил ранее с playstation 3 у нас даже в магазине продается эта версия то есть без проблем ее можно купить но никогда не думал что для 360 есть диск и если я не знаю видео смотрят какие-то ветераны канал вы прекрасно знаете у меня в моих отделках на xbox series x лежит вот эта игруха в цифре за 15 евро и я уже собирался ее покупать но теперь слава богу ко мне пришел диск вы знаете я люблю физносители и теперь можно будет заинсталлировать так сказать напрямую с диска напрямую с диска вы понимаете о чем я хочу вам сказать то есть игруха повторюсь идет по обратной совместимости и прям сейчас диск поставлю серия с x и она мне скачает оптимированный порт для моей приставки очень очень круто можно в цифре даже и не покупать ребята это просто вообще почему я так долго задерживаюсь на этой игре потому что ребята я не знал повторюсь что эта игра есть на физике для бокса для 360 но это вообще выходила сугубо только в америке повторюсь и конечно же ребята да здесь вот даже написано ремейк нес игры круто 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 само что хочу отметить ваше внимание ребятки это на оригинальной приставки на европейской конечно же игра не пойдет я уверен то есть я знаю это по информации и я знаю это по своей так сказать практике то есть все диски в америке делаются в нтс регионе нтсс видите да и если на этом диске не присутствует регион фри так сказать прошивка или как ее назвать я не знаю то она не пойдет на наших консолях и я знаю же по информации из интернета этот диск не пойдет на моей европейки на xbox 360 но так как игра повторюсь идет по обратной совместимости мы youtube инсталлируем на наших консолях xbox one 2013 года xbox one s xbox one x xbox series x так как вы знаете со времен xbox one 2013 года никаких региональных ограничений на наших консолях нет хоть японскую хоть американскую хоть тайваньскую версию вставляете в консоль series x и у вас все будет идти круто круто и вот теперь давайте посмотрим все таки уже на диск а сначала давайте глянем какой год был год 2013 их ну прикольно в 2013 году когда у нас можно сказать уже должны были выйти ли в их или вышли уже не знаю playstation 3 а playstation 4 и xbox one поколение консолей я в блин даже не знал что эта игруха есть на диске итак ребята сейчас может произойти все что угодно и это будет очень 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 плохо нет диск тот отлично и очень много встречался вот с таким вот феноменом так сказать на дисках на бушных которые покупаю многие многие товарищи кто покупает себе дисками товарищи которые играют на play на xbox 360 на xbox one при покупке это диска при его распаковки они клеют вот этот вот штрих вот сюда я не знаю для чего но окей так и дисочек ребята самое самое интересное ну-ка дисочек чистый абсолютно чистый но его нужно чуть 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 тряпочкой протереть потому что какая там какая-то небольшая пыль не песочная такая пыль от туманная пыль наверное из-за того что его только что занесли с так сказать ну как с улицы то есть все на высшем просто уровне очень очень круто и когда я смотрел на на фотографию то вот на этом месте было а вот она вот она да она не на этом месте вот на этом была черная точечка я вот не знал что это такое видите да черную точечку то есть когда речь идет о бушных дисках здесь нужно смотреть вова ну-ка что это за черная точечка к сожалению черная точечка никуда не убирается и сейчас Сейчас попробовал убрать, но никуда. Вы видите, да, вот это вот. Я не знаю, что это такое, но это какая-то, какая-то точечка. То есть, когда речь идёт о бэушных дисках, я, конечно же, всё смотрю от и до. И вот это вот, нет разумения, я её видел на фотографии, но других не было, так сказать, вариантов. Именно в моём случае. Круто. Старый добрый дядюшка Скруч. Ё-моё, сколько я смотрел мультфильм, вот этот мультсериал с вот этим вот главным героем и с его племянниками, если мне не изменяет память. Круто, круто, круто. Наконец-то она у меня в коллекции. Блин, если бы не товарищ Хикару, я до сих пор уверен, не знал бы, что игра существует на физических носителях. А вот это ластер. And we'll get to the number one wide back and end. Иди! Топ-пай-гол! А-ха! Jackpot! Here now, don't touch that. I need it to fix my plane. Stop! Ugh, it's too late. Those bunny bandits have torn it apart. I've got to find those pieces fast! Come on! It's too late. That's too late. Hey! Watch it! I'm good. I can't wait. I can't wait. They've probably had to go outside. I'm not kidding. I can't wait. I'm not even sure. I can't wait. Итак, надеюсь, вы увидели геймплей. Конечно, увидели. Я уверен, что вы его увидели. DuckTales Remastered. И вторая игра, которая также очень редкая. Если, конечно, вы ее будете искать, вы сразу наткнетесь на миллион предложений. Но чтобы завести их с Америки, очень редкий случай мне попался. Так вот, речь идет о игре Jurassic The Hunted. Да-да-да. И эту игруху я играл давным-давно на своей Xbox 360 на прошитой. На болваночке, так сказать, которую я сам себе записывал. И до сегодняшнего момента я не мог понять, неужели игра Region Free, если она шла у меня на моей Xbox 360 на прошитой. Но нет. Игрушка ко мне пришла. И, как вы видите, это также NTSK версия. Она ко мне пришла. Я ее вставил в мою, так сказать, европейку Xbox 360, которая лицензионная. И нет, диск не пошел. Пишет, что, извини, дружище, но фальшивый регион, то есть неправильный. Вставь меня в американскую консоль. К сожалению. Но, к счастью, вы знаете, у меня много игр J-тегов. То есть Reset Glitch Hard, которые я показывал в недавнем видео. Где-то примерно неделю, а может быть две недели назад мы с вами одну из них проверяли на работоспособность, жива ли она или нет. Так вот, на ней я включил этот диск и все пошло отлично. То есть, если консоль Reset Glitch Hack или, так сказать, так называемый J-Tag, то там игры вообще без проблем идут. И вот она у меня там пошла, конечно же. И я именно с нее геймплей записал. И если мне нужно будет в эту игру поиграть, конечно же, это буду на моей делать консоли J-Tag. Повторюсь, на моей лицензионной европейке не идет, к сожалению. И, вы знаете, у меня все равно есть такая небольшая надежда на то, что игра рано или поздно придет к нам по обратной совместимости. Почему я вообще так думаю? Потому что игра, как вы, может, увидели уже, принадлежит Activision. И через некоторое время, уже, может, через полгода, Activision Blizzard будет принадлежить Microsoft. И чем бог не шутит, как говорится, может быть, игруха выйдет у нас также по обратной совместимости. После того, как состоится сделка. Эту игруху я запомнил как очень прикольный шутер от первого лица. Где не просто нужно отстреливаться от динозавров. Мы, кстати, я не помню, при каких обстоятельствах попадаем вот в то время, вот в это время юрского периода. Начинаем отстреливать всяких динозавров, тираннозавров, конечно же, тирексов, вот этого всего, травоядных, филоцерапторов. И, помимо этого, нам еще нужно защищать нашу базу иногда в некоторых моментах игры. То есть на вас нападает кто-то, ну как кто-то, динозавры, конечно. И вы должны свою базу быстренько укрепить, как-то что-то сделать. И на первый взгляд это слышится как обыкновенный, стандартный, так сказать, Tower Defense. Но нет, друзья, оно намного, намного круче сделано. Немножко так аркадно, конечно же, чтобы вы не сильно себе тут, знаете, как говорится, забивали голову. То есть все классно. Единственное, что я помню, и это подтвердилось, когда я играл на моей GTA, делал геймплей. Очень много моментов в игре, к сожалению, которые тупо идут безобразно. Что я имею в виду, это перформанс. То есть FPS падают в некоторых местах, ну, довольно, знаете, так, если честно сказать, ниже, ниже, может быть, даже 20. Вот серьезно. И ты идешь, вроде все нормально, потом раз, что-то начинает как-то, как-то притормаживать. Не знаю. И самое интересное, ребята, это первый диск в истории, вообще, из всей моей коллекции, которая только у меня есть. Это первый диск, который не дает себя заинсталлировать на внутренний жесткий диск консоли. Ни на моей лицензионной приставке, ни на моей JTAG. Я не знаю, с чем это связано. Какой, кстати, год? Давайте глянем. Год у нас 2009. У меня полно игр с 2007 года, с 2006, которые все нормально инсталлируются на внутренний жесткий диск консоли Xbox 360. Вот эта игра напрочь отказывается этого делать. Ты нажимаешь на кнопку опций, а там нет пункта заинсталлировать. Есть пункт просто играть. И это ничего страшного. То есть, всегда мы на всех консолях играли с дисков. На PlayStation 3 до сегодняшнего дня мы играем все с дисков. Но если есть такая удобная опция, как инсталляция игры на внутренний жесткий диск консоли Xbox 360, я, конечно, ей пользуюсь. Потому что не двигается или потом вы не слышите совершенно свой привод. У вас намного быстрее игра загружается. Практически нет никаких подгрузок. Конечно, я этим пользуюсь. Но, к сожалению, этой функции, повторюсь, именно на этом диске нет. С чем это связано? Не знаю. Ни JTEC, ни моя лицензионная консоль не приняла этот диск, чтобы заинсталлировать. Так что игруха ко мне пришла в идеальнейшем состоянии. Потому что, повторюсь, перед тем, как что-то купить, я списываюсь с владельцами и спрашиваю, что да как. И, как всегда, у нас книженция. Кстати, вы помните, на DuckTales не было книженции, потому что это 2013 год. Там уже, вы помните, когда вышли, как я уже и сказал, наши консоли PlayStation 4 и Xbox One. С того времени никто не делал никогда книженции. А так как здесь идет речь о 2009 году, то, ребята, у нас здесь есть классная-классная книженция. И дисочек. Давайте сначала на дисочек глянем. Вот такой вот Activision Blizzard. Надеюсь, надеюсь, когда-нибудь выйдет игра по обратной совместимости. И она бы очень хорошо смотрелась бы по обратке. Чтоб все-все, так сказать, неровности и шероховатости FPS в игре, когда у нас просадки там до 20, до 15, я не знаю, чтобы они все выровнялись на наших актуальных консолях. Было бы намного-намного интересней в этого все играть. Книженцы у нас. Ну, книженцу трудно назвать книженцей. Как я и сказал, вид от первого лица. И вот этой игрухи, кстати, у меня также еще нет в коллекции. Big Game Hunter, которая выходила также только исключительно на территории Америки. Надо будет когда-нибудь прикупить. Вот такой дисочек, ребятки. Jurassic The Hunted. Очень-очень рад, что наконец-то я его нашел. Я его очень долго искал. Его можно найти, повторюсь. Но немногие предоставляют такую, как вам сказать, такую функцию, когда просто вот ты заказал в Америке, через 2-3 недели тебе диск приходит на дом. Все, что приходит с Америки, с Японии, мне сначала нужно бежать к нам в, как их назвать, в таможню. Распаковывать, чтобы показать, что это никакая не наркота, никакая не контрабанда. Заплатить какие-то еще 5 или 7 или 10 евро за их работу, за работу таможни. Взять это все дело раскрытым, принести домой и только потом дома уже наслаждаться продуктом. Здесь же самое классное. Повторюсь, заказал, пришло на дом. Все, конечно, дорого, но лучше так, чем вообще никак. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Xbox 360, это Jurassic T-Hunted и игруха под названием Disney DuckTales Remastered. Очень-очень круто, что теперь эти два, так сказать, диска у меня в коллекции. Долго-долго-долго этого ждал, вот этого, про этого даже и не думал. Ну вот и все, в принципе, ребятки, надеюсь, вам такое видео понравилось, очень коротенькое, очень такое своеобразное, но, повторюсь, я не хотел вот эти две маленькие игры брать в закуп игр, которые будут у нас, может быть, в конце января. Там будет и так предостаточно игр, зачем еще разбавлять это все дело Xbox 360 играми. Так что, ребятки, большое спасибо, что вы были со мной, большое спасибо за ваше внимание, так сказать. Всем-всех благ, чао! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!